Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. И говорим еще раз здравствуйте, доброе утро, уважаемые слушатели. Программа «Личное утро». Доброе утро, Олег Пекану Смирнова. И сегодня в нашей программе «Личное утро» профессор факультета компьютерных наук Латвийского университета и один из ведущих специалистов вообще в мире по квантовым компьютерам Андрис Амбайнис. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, о вас ходят легенды. Не только в Латвии, наверное, во всем мире, но в Латвии в том числе. И вот одна из которых, не знаю, может быть, вы ее сейчас развенчаете, потому что со временем, как известно, легенды обрастают мифами. Одна из легенд заключается в том, что вам пришло доказательство важной теоремы в троллейбусе, когда вы ехали, и вы просто вот стояли в этот момент и так тихо обрадовались этому. Было ли такое? Ну, да. То есть это правда? Это правда, да. И как это было? Ну, вот была эта научная проблема, о которой я думал. Ну, и если начинаешь о чем-то думать, то продолжаешь думать все время. Ну, и троллейбус – это такой момент. Ну, еду в университет, думая о этой проблеме, о которой мы думали в предыдущие дни. Вот пришла идея. Как можно ее решить? А если бы вдруг контролеры пришли, сбили бы? В смысле? Ну, может быть, и не пришла бы идея. Ну, вот как интересно можно объяснить этот феномен, наверное, мышления, когда озарение, получается, да, оно может прийти намного позже процесса непосредственно работы над этой проблемой, да, какой-то теоремой, когда концентрация внимания, по сути, уже, ну, не направлена, наверное, на это, да? Это такой феноменальная такая история. То есть, вот, например, с Пуанкаре, я знаю, такая тоже история была, когда решение важной теоремы пришло ему тогда, когда он отвлекся. Ну, бывает так. Вот интенсивно думаешь о проблеме, думаешь, вот все, все аспекты продумаешь, и потом проходит немножко времени, приходит какая-то свежая мысль. Ну, это действительно вот какое-то было ощущение в тот момент у вас, такая была тихая радость, вы обрадовались этому? Что вы пережили в этот момент, когда, наконец, пришло это озарение? Эврика, например. Ну, вот, такая тихая радость, вот, решили, вот, то, что, то, что 10 лет не мог никто решить, вот, решили, и, оказывается, это просто. То есть, как Архимед выбегал голым из ванны с этим криком, там, такого не испугались пассажиры, не поняли, что? Нет, ну, кстати, наверное, я что-то в ванне тоже придумал. То есть, было и такое, что озарение приходило и, не знаю, там, ну, в ванной в том числе, да? Да, ну, я и помню, что я что-то придумал, когда я стриг газон на селе у родителей. Ну, это такая, наверное, определенная атмосфера, которая, в принципе, может и располагать как раз к какому-то озарению. Или как это у вас? Или это абсолютно не имеет значения, это может прийти в любой момент? Ну, вот, важно то, что это атмосфера, в которой нет никаких отвлечений, где мне не нужно что-то делать, вот, троллейбус, могу просто сидеть и думать вот в случайном направлении. Не проехать свою главную остановку. А что нужно для, вот, физико-теоретика? Нужны ли лаборатории или хватает вот записной книжки, ручки? Ну, по сути, хватает записной книжки ещё. Нужен какой-то контакт с научным сообществом, чтобы понять, что это, эти проблемы, которые нужно решать, и как их решать, и как не повторять то, что другие уже повторили. А сообщество имеется в виду в Латвии или это мировое, ну, уже существует как бы какая-то связи мировые? Ну, я как раз думаю мировое. Латвийское сообщество почти в любом, в любой науке посущность очень маленькая. Ну, вот, далеко не каждый может быть гением математики, далеко не каждый может писать симфонии, далеко не каждому приходит, не знаю, озарение и одарённость далеко есть, не у каждого. Почему, на ваш взгляд, она дана лишь кому-то, вот эта возможность? Да, ну, я думаю, что это как-то генетически получилось, что у нас наша склонность. Понимаете, вот, в математике важно, чтобы были идеи, и важно то, чтобы было математическое понимание, которое идеи можно осуществить или нет. А для того, чтобы было это понимание, нужна способность к сложным математическим рассуждениям. И вот как раз эта способность понимать сложные математические детали – это то, что дано не каждому и что приходит в долгое время. Я знаю, что с детства вы много участвовали, в том числе и в Олимпиадах, довольно успешно. Но вот в какой момент, помните ли вы этот момент, когда вы, ну, услышали, может быть, голос своего предназначения, что это то, что вам нужно, то, в чём у вас талант, математика? Ну, наверное, это было очень давно. Я помню, что мне нравилось решать олимпиадные задачи, когда мне было 10 лет. Когда мне спрашивали, чем я хочу стать, я говорил, математиком. Вот я не очень представлял, какая жизнь математика. Но, тем не менее, понимали, что это ваш, какой-то такой внутренний камертон, может быть, подсказывает? Ну да, это как бы было это направление с очень раннего возраста. А может ли случиться так, что математик может появиться только в определённых обстоятельствах? Для этого нужны всё-таки учителя общения, круг тех, кто тебя поднимает. То есть, как говорили, мы все стоим на плечах гигантов, которые были для нас. Ну вот, как бы, что-то... Ну, это интересный вопрос. Два года назад я был на Международном конгрессе математиков, где давали призы четырём лучшим математикам моего поколения. И один из них, Кошер Биркар, он вырос в иранском Курдистане во время войны с Ираком, с Ираном. И, ну, так что математикам можно вырасти в очень многих местах. То есть, Латвия, в принципе, вот как маленькая страна, тоже может совершенно спокойно рождать таких... Ну, да, да, я думаю, что, как бы, иногда то, что надо превосходить трудности, иногда это помогает. И вот, ну, я вырос в Давгавпилсе, у меня не было учителей, которые знали, что делать с таким ребёнком, как я. Ну, Давгавпилс, он не очень большой город, и, ну, я к тому же был латышом. Как известно, Давгавпилс город в основном русский. В моё время в нём было полторы латышские школы. Ну, латышской школы с какой-либо специализацией, с математикой не было. Да, но была ли сложность в коммуникации, может быть, в какой-то вот такой социальной адаптации латышскоязычному, да, латышскоговорящему? К чему? Ну, школьнику, например. Ну, учитывая, что Давгавпилс город действительно русскоязычный, да, во многом, и вы говорите о таком дефиците, может быть, школы латышскоязычных. Была ли трудность в коммуникации, скажем, вот в вашем детстве с русскоязычными? Ну, у меня не было, кстати. Школа была двухпоточная. Было комфортно? Было очень комфортно, да. Я потом увлекался шахматом, играл в давгавпилской команде, ну, там, все остальные были русскоязычные, мы очень хорошо коммуницировали. Можно было говорить на языке шахмат, в принципе. Ну, да. В то время я так хорошо говорил на русском, что вот, когда школьники из Риги не замечали, что там в давгавпилской команде один человек латыш. Математика помогает в этой игре в шахматы? И, скажем, и наоборот, шахматы помогают математическому мышлению? Частично. Это все-таки различные вещи. Шахмат не был очень просто, ну, до уровня, на котором я стал примерно одним из трех лучших школьников по шахматам в давгавпилс. А потом что-то остановилось, потому что шахматное мышление не шло ко мне так естественно, как математическое. Интересно поговорить о восприятии поражений в шахматах, потому что вот если мы говорим о каких-то спортивных мероприятиях, шахматы – это тоже в любом случае спортивное мероприятие, соревнование, но если мы говорим о действительно физической какой-то подготовке, то, когда тебя превосходят, то ты понимаешь, что твой противник превосходит тебя именно физически, да, может быть, как-то физиологически он более генетически предрасположен, да, к этому виду спорта. Что касается шахмат, это ведь такое интеллектуальное поражение, да, когда твой противник тебя превосходит. В этом смысле, наверное, это более уязвимо и обидно ощущается. Вот как это было у вас? Помните ли вы свои поражения в шахматах? И были ли они вообще? Ну, их было достаточно. Я помню, что в третьем классе была одна шахматная партия в турнире, после которой я плакал, но так в основном я воспринимал это спокойно, как бы если играешь в шахматных турнирах, то ты в турнирах играешь 40-50 партий в год, и примерно половина из них кончается поражением. Так что это становится таким обычной вещью, что ты половину времени выигрываешь, половину времени проигрываешь. И, ну, особенно вне давков пьется, потому что на латвийском уровне я ничем особым не был. А в науке вот тоже вот это соревнование, не знаю, различных идей, теорий, вот вы как чувствуете? Выигрываете, проигрываете, когда кто-то сильнее, может быть, какие-то аргументы приводит? Ну, это как бы, я не очень чувствую это соревнование. Мне нравится соревноваться, мне нравится быть первым, который что-то решает. Есть этот азарт, такой интеллектуальный азарт? Определенно, определенно. Я думаю, что тогда, когда мне было 20 или 30, это было главное, что меня двигало в науке. Ну, сейчас возраст там, наверное, немножко меньше. У нас очень долго человек прозванивается. Тримин звонок, доброе утро. Доброе утро. Пока ждал дозвона, много вопросов, отфильтровал только два вопроса. А, возможно, вы, когда вы говорите, в 10 лет вы стали решать задачи. А что способствовало до этого? Вас напрягали задачами какие-то родители? Вам давали какие-то там живающие игры, игрушки или еще что-то? И второй вопрос. Ньютон, на ваше мнение, был бы таким гениальным, если бы не его местной работы и его жена. Второе, одни очень... Да, был ли бы Ньютон гением, если бы не его жена и его окружение, насколько я поняла, да? И вообще атмосфера, которую он создавал и творил. Ну, что касается первого вопроса, что способствовало тому, что у вас появилось вот это желание, да, стать математиком? И, наверное, вы ведь в семье химиков. Да, я в семье химиков. Вот случалось как-то так, что я, естественно, выбирал математические вещи, когда я их видел. И мои родители особенно не напрягались. Была такая... Ну, когда мне было 3 или 4 года, то я ходил с моим дедушком прогуливать и смотрел на цифры на номерах домов. Ну, теперь это, кстати, повторяется с моими детьми. Ну, когда мне было 6 лет, тогда была такая телевизионная передача на латвийском телевидении, где были математические задачки. Вот когда-то она была на телевизоре, я начал ее смотреть. Ну, мои родители ее мне включали, но я как бы ее сам выбрал. И вот все время, когда были какие-то вещи, которые где-то на фоне появлялись, я их как-то, естественно, выбирал. А что касается... Когда вы видели цифры на домах, они как-то у вас трансформировались? Во что они превращались? Или вы складывали их? Как это происходило? Ну, вот как раз это я не помню, потому что это что-то, что я знаю из рассказов моих родителей. Ну, рассказы такие, что я пытался понять, как меняются цифры, я пытался понять, что это обозначает. Ну, вот насчет Ньютона спросил наш радиослушатель, был бы он гением, если бы ни его жена, ни та атмосфера, в которой он мог создавать? Ну, окружение очень важно. Имеет значение? Да. И в вашем случае тоже? Ну, в вашем случае тоже. Но у человека есть способность выбирать окружение. И я думаю, что очень много в моем случае окружение – это то, что я выбрал и то, что я создал. Еще один, наверное, вопрос. Сейчас буквально... Здравствуйте, пожалуйста. Задавайте свой вопрос. Да. Доброе утро. Доброе утро. Очень интересный у вас гость. У меня два вопроса к нему. Вопрос первый. Вы можете, пожалуйста, очень просто, совсем на обывательском уровне, объяснить, за что все-таки Григорию Перельману дали премию, ну, которую он в итоге не взял, за доказательство теоремы по Анкаре, собственно, в чем суть этой теоремы. А второе. Вот смотрите, у нас такая ситуация складывается, что сейчас очень много в современной науке применяются вещей, которые были доказаны когда-то. Это и числа Фибоначчи, которые были доказаны уже несколько веков назад, и, допустим, ну, в частности, вот этот случай. А какие сейчас есть разработки, которые, по вашему мнению, смогут быть уместны в будущем? Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, вот про Перельмана был первый вопрос, известный математико-отшельник. Объяснить простым языком сложную теорему. В чем ее суть? Да, вот я сам не понял, так что я не смогу. Хорошо. Да, но Перельман считает, что он может управлять Вселенной. Насколько это справедливая такая оценка? Ну, Вселенная, нет, Вселенную он не может управлять. И второй вопрос был по поводу, я понимаю, что какие-то понятия из открытия прошлого, насколько они используются в современной науке? Насколько этот фундамент, базис или мы уже продвинулись так, я понимаю, вперед, что это не имеет значения? Ну, нет, это определенно имеет значение. Есть очень много... Ну, есть много вещей, на которых базируется современная математика, которые появились, например, 100 лет назад или 150 лет назад. Например, абстрактная алгебра решает очень многие вещи, такие понятия, как группы, репрезентации групп. Ну, вот известный физик Вячеслав Кащеев, он говорил о том, что сегодня, наверное, научный прогресс современного мира, он состоит в том, что не нужно сегодня понимать ученому то, что понял Эйнштейн, но, не знаю, достаточно пользоваться его уравнениями, вставая как раз на плечи гигантов. И в этом, наверное, смысл прогресса научного в том числе, чтобы продолжать это развитие. Вот согласны с этим, что развитие науки, оно как раз состоит, ну, скажем так, из плетения этих узелков? Да, да. Чувствуете ли вы, что вы тоже находитесь в этом, в таком мулине, да, плетении вот этого всего прогресса, что можно вставать на плечи, и это, в принципе, всё выше, 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 да? Есть это ощущение? И как это вообще, как вы это воспринимаете? Ну, это такое очень хорошее ощущение. Я как раз был частью его в своей науке, в своих квантовых вычислениях. Мы ещё об этом поговорим. Вот можно видеть, как те идеи, которые появились у меня 20 лет назад, как они развились за это время, и вот как эти узелки сплетлись, и сплетлись так, как бы я не смог предвидеть, когда это всё началось. Объём, вот ведь с каждым годом растёт объём знаний человечества. Вот насколько молодой учёный, который появлялся, может быть, только сейчас начинает свою, ему же, получается, нужно освоить весь этот багаж, то есть который увеличивается с каждым годом. Вот насколько эта проблема может стать препятствием, может быть, для развития науки? Ну, это интересный вопрос. Вот я вижу это в своей науке. Если смотреть на статьи по математике вычислений 40-50 лет назад, они были совсем короткие и простые. То, что я писал как докторант 20 лет назад, было уже пару раз длиннее и сложнее. То, что пишут теперь молодые учёные, ещё 3-4 раза дольше. И вот теперь уже в моей науке довольно часто я вижу статьи на 30-50 страниц с сложными математическими деталями. И вот каждую новую проблему решать сложнее и сложнее. И я думаю, что это такой процесс, когда наука становится старше, то она становится сложнее и сложнее. Ну, наверное, процесс идёт, прогресс идёт таким путём, что появятся какие-то совершенно новые идеи, которые откроют совершенно новый путь. И на момент вот эта новая наука будет простой, и вот там будет вот этот шанс для молодых учёных. Создать что-то новое совсем, не осваивая знания 10 лет. Мы сейчас небольшой перерыв сделаем, потом вернёмся и продолжим. Оставайтесь с нами. Продолжается личное утро. Профессор Латвийского университета, один из ведущих специалистов мира по квантовым компьютерам, Андрис Амбайни, сегодня в нашей студии. Доброе утро. Ну вот о разработке квантовых компьютеров. На какой стадии сегодня и насколько вы сейчас принимаете в этом участие? И что это такое вообще? Чем он отличается от простого компьютера? Ну, квантовый компьютер – это компьютер, у которого его внутренняя логика основается на квантовой механике. То есть квантовая механика – это физика атомов и частиц. Там немножко другие правила игры. И многие годы было известно, что квантовый физик трудно моделировать на обычном компьютере. Потом появилась гениальная идея. А если там есть что-то такое, что трудно для обычных компьютеров, может быть, на этой логике можно построить более быстрый компьютер. И вот идея, что можно бы создать квантовый компьютер, ей примерно 40 лет. Первые 10 лет прогресс был очень медленным, потому что даже не знали, для чего этот квантовый компьютер будет пригодным. Потом проявились возможные приложения. Интерес в том, чтобы построить квантовый компьютер, начал расти. И первые проекты по постройке маленького квантового компьютера были в конце 90-х, тогда, когда я начал заниматься этой наукой. И теперь мы дошли до такого, как бы, еще не полноценного, но довольно большого прототипа. Квантовые системы – это вершина развития вычислений? Возможно. Ну, направлений несколько, в которых можно развиваться. Но какие сейчас проблемы стоят на пути создания квантового компьютера? Ну, проблема такая, что квантовый компьютер – это как бы квантовая система, которая очень точно производит вычисления. И, то есть, мы в нее даем информацию, и она им вычисляет. Но проблема такая, что квантовые системы очень хрупкие. Если они взаимодействуют с окружающей средой, то они как бы распадаются. И вот то, что нужно сделать, нужно создать очень большую квантовую систему, изолировать ее от окружающей среды, чтобы окружающая среда ей не мешала, и очень-очень точно производить действие с ней, чтобы она дала правильный результат. Будет ли она обладать разумом? То есть, можно ли сказать, что это искусственный интеллект? Это не искусственный интеллект, это такой же механический компьютер, как обычный, только с другой логикой внутри. Но если квантовый компьютер будет изобретен, он ведь взломает все. Есть ли риски, насколько они велики? Ну, имеется в виду, да, что шифрование станет бессмысленным. Да. Ну, это не совсем так. Он сломает все шифры, которые существуют. Ну, есть другие шифры, на которых их можно было бы заменить. То есть, то, что происходит… То есть, угроза не настолько велика. Да. Но есть уже такое направление науки – постквантовое шифрование. То есть, шифрование, которое будет надежным против атак с квантовым компьютером. Это, наверное, поднимает вопросы этики ученых, которые, создавая, может быть, квантовый компьютер, они понимают, что это могут использовать, например, спецслужбы для того, чтобы следить за людьми. То есть, вот тогда станет переписка в наших мессенджерах абсолютно открытой. И вот эти какие-то моменты… Ну, наверное, всегда, когда ученые изобретают то, что могут использовать затем военные для убийства людей или для того, чтобы нанести людям вред. Вот насколько ученые испытывают какой-то страх? Вот что я… Не открываю ли я ящик Пандоры? Да, но это интересный вопрос. Но есть разные ученые. Есть ученые, которые избегают любого финансирования от армии. Ну, есть, например, известный… Был, например, известный французский математик Гроттендик, который в 70-м году ушел от ведущего французского института по математике, потому что институт получал какое-то количество денег от армии. Ну, хотя он занимался совершенно абстрактной математикой без никаких милитарных приложений. Ну, если смотреть так чисто прагматически, то приложения для того, чтобы я создаю, они примерно лет 20-30 в будущем. И в таком случае очень трудно предсказать, что произойдет и как их будет использовать. Шифры, ну, конкретно о шифрах тут… Я подозреваю, что шифры заменят на другие шифры. Человечество сможет коммуницировать так же, как до того. Все перепрограммируем так, чтобы было надежно против квантового компьютера. Ну, вот ведется ли сегодня, ну, я не знаю, может быть, это громкое слово, война за квантовые компьютеры, но известно, что это все-таки этими сверхтехнологиями очень многие хотят завладеть. Вот признаки такой войны начинаются. Как это прослеживается? Ну, например, Соединенные Штаты Америки инвестируют 2 миллиарда, Китай инвестирует 10 миллиардов. Кто больше? Ну, вот Россия и Индия тоже начинают сумму поменьше. Вот эти два главных игрока – это США и Китай. И у Америки начинаются появляться тенденции, что они вот ставят препятствия для китайцев. Выбирают детали, которые важны для создания квантового компьютера и думают о том, чтобы ввести ограничения на экспорт их в Китай. То есть, как бы, они начинают пробовать остановить китайскую программу по квантовым вычислению. Но не лучше ли было бы объединить силы ученых всего мира? Ведь это же идея, которая должна служить всему человечеству, а не отдельным странам. Да, но это было бы очень прекрасно. В идеальном мире это было бы хорошо. Я не вижу, как это получится с теми государствами, которые в этом участвуют. Объединить европейские государства – это можно. Присоединить Соединенные Штаты – может быть, может. Но Китай – это такой очень интересный игрок, который всегда играет по своим правилам. Ну вот интересно, что еще дадут миру квантовые компьютеры, их разработка, потому что, как известно, в том числе это возможность создания лекарств от неизлечимых болезней. Так ли это? Ну, в принципе, да. То есть, квантовые компьютеры не сможет лучше моделировать физические и химические процессы. Вот создание лекарств – это одно возможное приложение. Может быть, мы лучше смоделируем какую-то химическую реакцию, и вот это даст нам возможность создать лекарства. И вот это как бы совершенно не милитарное приложение с большим потенциалом. И вот второе приложение с той же сферы – как мы можем производить минеральные удобрения? Как мы можем, как по-русски слабыклис, ну, газ из воздуха. Я тоже, наверное, не смогу найти аналог. Ну, как мы можем создавать соединение аммоньяка? Да, амминяк. Да, вот растение это делает, это простая химическая реакция, которая происходит в листьях растения. И вот промышленное производение аммоньяка, оно потребляет 2% природного газа в мире. И вот если бы как-то можно было бы смоделировать ту химическую реакцию, которая происходит в листьях… Это фотосинтез, да? Ну, это не фотосинтез, это другая реакция. Фотосинтез – это создание других веществ. То есть можно говорить о том, что с помощью квантовых компьютеров будет возможно найти лекарства, в том числе от онкологических заболеваний сейчас? Ну, как бы… В перспективе. В принципе, да, мне… Я боюсь обещать, потому что я понимаю, что квантовые компьютеры, то, что они будут сделать, это одно звено в этой цепочке. То есть квантовый компьютер сможет сделать одно звено в цепочке к созданию новых лекарств. И может быть, это звено будет решающим. Насколько политика действительно вмешивается в науку, насколько вот политик может ли быть, ну, состоять в партиях, участвовать активно в политической жизни? Вот насколько на вашем, например, примере, как вы в одно время тоже состояли в партии, движение «За», вот насколько эта часть политическая важна для ученого или, наоборот, не должна его касаться? Ну, как бы… Я думаю, что это очень индивидуально для каждого ученого. Я присоединился к движению «За», потому что мне казалось, что оно представляет что-то такое, чего не было в латышской политике до этого времени. Я все еще так считаю. Ну, в какой-то момент нужно принимать решение, что будет моей основной сферой деятельности, это наука или это политика. Ну, если я занимаюсь наполовину наукой, наполовину политикой, то я не сделаю достаточно ни в одной, ни в другой сфере. Вот мое решение – это быть ученым. Я могу когда-то сказать несколько слов в поддержку политик, в которых я поддерживаю, на основной для меня наука. Ну, вот политические решения, когда в Латвии сейчас возникли сложности с привлечением преподавания, например, иностранных профессоров, то есть, вот насколько это может затормозить науку, то есть, с одной стороны, как будто бы мы говорим о том, что надо развивать латышский язык, но, с другой стороны, это создает проблему для того, чтобы лекции у нас читали приглашенные иностранные специалисты. Ну, вот, я думаю, что это очень важный вопрос. Это как раз один из тех вопросов, где моя партия играет важную роль. В том, чтобы сделать наш вуз более открытым и сделать языковые правила для иностранных преподавателей проще. И я думаю, что это вообще-то очень важно, потому что университет – это место, где студенты учатся идеями. Для того нужна циркуляция идей между Латвией и миром, и циркуляция идей, она невозможна без циркуляции преподавателей. Невозможность взаимодействия. Так что я думаю, что нам нужно двигаться в том направлении, в котором уже движется Эстония, что в Тарту очень много иностранных преподавателей. Для этого нужно несколько вещей. Это не только языковые правила, это деньги. Денегу Тарту гораздо больше. Даже если с языковыми правилами всё было бы хорошо, то мы не смогли бы привлечь столько преподавателей, как Тарту, просто по финансиальным причинам. Возможностям. Как вы уровень знаний оцениваете у латвийских студентов? Ну, он… Точных наук, конечно. Он очень разный. Бывают курсы группы, когда он хороший, бывают курсы группы, когда он такой, что он хочет схватить голову. Вот здесь как раз вопрос очень по теме. В WhatsApp по поводу изучения математики в школе, то, что отмена обязательного экзамена по математике по окончании средней школы, насколько это всё-таки удар, может быть, по… Существенно скажется. Да, скажется ли. А его отменяют? Ну, вот, возможно. Вот, если честно, я не знаю, но, по-моему, может быть, по желанию или такие рассматриваются варианты. То есть, насколько для вас изучение математики в школе важно для детей, может быть, даже которые не собираются становиться учёными? Ну, я думаю, что математика важна для довольно большого количества, процента детей. Это не только учёные, это и программисты, это вообще все, кто студирует в технических специальностях. То есть, я думаю, что есть примерно 20% выпускников, для которых важно знать математику. И создать систему, в которой эти 20% достаточно хорошо знают математики, если мы не учим математики всех школьников средней школы, ну, это кажется очень сложно. Вы, как преподаватель, можете определить, есть ли у студента талант к математике? Ну, условно, можно ли сразу так, как рентгеном, просмотреть и понять, что талант есть, и он может приумножаться? Или это только со временем определяется, есть ли этот дар? И он раскрывается, может быть, со временем тоже? Как это бывает? Ну, обычно я вижу, когда студент предлагает свои идеи, решает что-то это нетривиальное. Ну, это как бы не в минуту, не в одну минуту, но через 3-4 лекции это становится видным. То есть, такая эксклюзивность какая-то, да, наверное, студента? Эксклюзивность мышления, я имею в виду. Вот это вот является критерием таланта математического? Ну, критерии это то, что он как-то понимает правильный путь, в котором думать, что он не пытается имитировать что-то, а понимает и идет туда, куда нужно. Ну, талант, конечно, это что-то, что развивается. Ну, математический талант сначала проявляет с задачами попроще, потом с математически более сложными вещами. Так это и было на вашем пути? Ну, да. Так что, может быть, ну, была такая история, что в Беркли был один математический курс, который был слишком сложным для меня. И вот теперь я думаю, как это выглядело для преподавателя там, казалось ли ему, что у меня есть талант или нет. То есть, тогда вы могли сомневаться в вашем таланте, да? Да, вот это была одна та ситуация, когда я смотрел на решение задач, которые были, и пытался изобрести что-то по аналогии. Вот я не видел большой картины. А вот этот момент внутреннего барьера, потому что есть, по-моему, какая-то такая действительно история анекдотичная буквально о том, что аспирант опоздал на лекцию, и он увидел, думал, что это задание, а преподаватель написал теорему, на которой еще не было решения, и он думал, что это домашнее задание, и он за неделю решил. То есть, ему было страшно стыдно, что если он еще не решит это задание, ему влетит. И вот он, не зная этого барьера, он совершил прорыв в математике. То есть, вот это вот... Ну, ощущение, что ты просто... Если тебе говорят, что эта задача неразрешимая, ты как бы сразу говоришь, окей, я даже не берусь за нее. Вот это я не знаю. Это правда или это легенд? Ну, в какой момент ваш математический талант вам принес, приносил, может быть, или приносит вот сейчас, может быть, это было совсем недавно, самую такую большую радость от того, что вы что-то вот... Ну, от озарения, от какого-то решения. В какой момент? Я думаю, что одно время было, когда я был аспирантом, когда квантовые вычисления были очень молодой наукой, когда квантовые вычисления только начали становиться такой более массовой наукой, которой занимаются более чем 10 или 20 ученых, там все было новое, и почти все было неразрешенное. Вот это было такое время... Открытий. Да, время открытий, когда можно было изобретать совершенно новые интересные вещи одну за другой. И вот второе время было, когда я первый год в Латвии, в 2002 году. Тогда у меня тоже была такая волна изобретений, когда как-то идеи шли, естественно, ко мне. Вот Эйнштейн говорил, что когда математики стали заниматься теорией относительности, я перестал ее понимать. Была такая фраза у него. Насколько этот конфликт между физиками и математиками он присутствует? Ну, я Эйнштейна... На вашем опыте. Я Эйнштейна тут очень хорошо понимаю. Я вижу идеи в моей науке, как они начинаются чем-то простым, и потом ими начинают заниматься математически более и более знающие люди. Может быть, там даже все математики на математике разного уровня. И вот тогда эта наука становится, она становится математически сложнее и сложнее, и к концу ее трудно понимать. Вот, ну, например, с моими изобретениями, если я смотрю на то, в чего люди их превратили 10 лет позже, ну, тот я, которым я был в 2000-м, я бы не смог понимать. Теперь я как-то немножко напрягаюсь, могу. И вот я могу понимать, как с Эйнштейном произошло что-то похожее. Очень провокационный сейчас вопрос. У нас слушатели задают, кто в математике более способен, мальчики или девочки? Феминистки, наверное, сейчас очень взволнованы. Есть ли в этом смысле какие-то тенденции, которые вы, может быть, наблюдаете? Ну, среди ведущих в математических олимпиадах больше мальчиков, чем девочек, и среди ведущих математиков больше мужчин, чем женщин. А в чем причина, мне трудно объяснить. Вот причина может быть культурной, причина может быть, что общество как бы направляет девочек в другое направление. То есть это какие-то уже такие просто гендерные, наверное? Как бы, ну, например, первая женщина лавриат в Пилдсовской медаль, главный приз по математике, она от Ирана. И в Иране женщин математика, в том числе, очень хороших, много. Так что вот вопрос. Почему в Иране женщины занимаются математикой больше, чем в Соединенных Штатах или Западной Европе? Интересно. Но ведь еще вот интересно, что про мальчиков и девочек, если так можно сказать. Недавно посмотрела фильм с Джуди Фостер, фильм «Контакт» про астрономов. Они поймали сигналы с космоса, научно-фантастический фильм. И там как раз интересен тоже конфликт между женщиной и астрономом, которая не верит в Бога, и священником. Они разговаривают на эту тему, и священник приводит такой аргумент, что наука не может дать смысл. Вот на Ваш взгляд, ну в отличие от религии, опять же, если мы говорим об этом, о вере, вот на Ваш взгляд, может ли наука дать смысл? Скорее всего, нет. Вы так думаете? Обращалась? Да, смысл – это конструкция нашего ума. И то, что разные люди вкладывают смысл, это разное. Ну, наука, она базируется на каких-то объективных понятиях, а смысл – это субъективное. Ну, смысл нашего мироздания, в чём он, на Ваш взгляд, заключается? Вот, я не знаю. Это очень сложный вопрос. Это сложный вопрос. Как-то вычислить его с помощью математических формул нельзя? Я думаю, что нет. Это смысл – это как бы социальная вещь. А если смысл существования Вселенной, то это как бы… Вот это как раз от уравнения вывести невозможно. Почему произошёл большой взрыв? Есть ли место чуду в науке? Ну, пока не нашёл. Ну, искали? Нет. Не прослеживалось оно? Не прослеживалось. На протяжении Вашей практики. Говоря вот о смысле, тут спрашивают всё-таки, обращалось ли правительство к Вам с просьбой оказать помощь в экономике страны? Может ли… Ну, прагматический смысл. Может ли наука поднять нашу экономику? И каким образом? Наука может, но это… Я думаю, что наивно думать, что умный компьютер Шик Математикс сможет предложить, как поднять экономику. Во-первых, там нужен учёный-экономист, который знает, который понимает экономику, и который учился её деталями десятки лет. Ну, экономика – это не такая вещь, где умный математик может прийти извне и вот за один день придумать, как её понять. И вторая вещь – ну, есть очень много государств, в которых есть хорошие экономисты, у которых всё ещё есть экономические проблемы. Так что я думаю, что там сложная проблема. От чего это зависит, успех, экономический успех, да? Да, от чего это зависит и как его достичь. Ну, как бы… Мне нравится читать популярные блоги по экономике. И вот я понимаю, какая сложная эта вещь. Сложнее, чем квантовая физика? Ну, в квантовой физике легче контролировать всё и легче поставлять эксперименты. В экономике вообще, как поставить эксперимент? Помогает ли определённая политика правительств? Нельзя вот так взять две страны, в одной стране провести одну политику, в другой стране провести другую политику, через 10 лет сравнить. Это так не происходит. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Благодарим вас, что вы пришли к нам этим утром. Профессор Латвийского университета и специалист по квантовым компьютерам Андрис Хамбайни сегодня был в нашей студии. Спасибо вам. Спасибо. Утро на балконе